Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс Gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. Gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Привет, друзья! Сегодня у нас на распаковке очень интересный гаджет от компании Xiaomi. И это Xiaomi Redmi 3 Pro. Друзья, компания Xiaomi за последние полгода произвела действительно большое количество гаджетов. Многие из них оказались очень успешны, но многих ждет, мне кажется, провал. Сегодня у нас подробная распаковка данного устройства. Итак, мы начинаем. Поехали! Ну и вот, друзья, мы переместились за стол. И давайте уже распакуем. В общем, смотрите, посылочка с Алиэкспресс. Сейчас продавец достаточно надежный, отправил почту Сингапура. Приехало все буквально за 2,5-3 недели, если быть точным. Так, берем наш скальпель. Запаковано все в такой вот незрачный с виду пакетик. Здесь должен быть сам телефон и еще аксессуары к нему. Посмотрим, что положил продавец и стоит ли ему доверять в этом плане. Какова упаковка и так далее. Это будет достаточно подробная распаковка, поэтому берите, скажем так, наливайте себе чаечку, либо кофеечку и слушайте внимательно. Ну что ж, друзья, можно, в принципе, оценить, как действительно хорошую упаковку. Все упаковано вот в такой вот материал, состоящий из спененого такого полиэтилена. Или что это у нас, пена. Давайте аккуратненько разрежем. Большое спасибо. Хотелось бы, конечно же, сказать нашему одному из подписчиков. Я не буду назвать имя, но я надеюсь, он увидит данное видео, ему будет приятно. Благодаря ему этот смартфон оказался у нас на распаковке на обзоре. Попросил заказать этот смартфон, потому что не хочет заморачиваться с заказом на Алиэкспресс. Многим, кстати, до этого нет либо дела, либо времени, либо еще чего-то. Итак, что у нас в комплекте? В комплекте у нас есть вот такой вот буклетик, говорящий нам о том, что в этом магазине вы приобрели смартфон. И здесь у нас, скорее всего, просто картонка, которая ничего в себе не содержит. Она была сюда положена для того, чтобы благодаря ей благополучно доехала стеклышко. Продавец молодец в этом плане. Потому что, если вы смотрите наше видео, вы были, скажем так, зрителями того, как стекла приезжали в не совсем потребном эксплуатационном виде. Итак, у нас есть защитное стекло. Здесь, я как понимаю, Redmi 3. Вот так вот оно выглядит. Ничего необычного в нем нет. Я сразу рекомендую приобретать защитные стекла. Сейчас, кстати, цена на данный смартфон у этого продавца упала порядка, получается, 5-10 долларов в зависимости от комплектации. В принципе, за эту же цену, что мы приобретали данный смартфон, можно уже взять и стекло, и смартфон, и чехол. Поэтому ссылочку на продавца и на его магазин оставлю в описании. Давайте убедимся, что у нас стеклышко наклеено вот так вот. Вот, смотрите, стеклышко наклеено, наклеено, но, друзья, хорошо, что я все это делаю на камеру. Не везет. Давайте отблеск у нас от света. Ну, вы видите, да, друзья? Ничего, соответственно, я не делал, но стекло у нас повредилось. Стекло у нас повредилось. И я думаю, что, в принципе, должен продавец либо выслать новое, либо вернуть деньги. Вот так вот не везет нам стекло со стеклами, друзья. Не везет нашему каналу со стеклами. Хотя надо просто их очень-очень хорошо присылать. Я не знаю, проверял ли продавец перед отправкой, но да бог с ним. Итак, это в сторонку. Перед нами красавчик Redmi 3 Pro. Значит, сразу скажу, чем отличается Pro от просто Redmi 3. Значит, здесь 3 гигабайта вместо 2 оперативной памяти. Сканер отпечатка пальцев. Немножко другая текстурированная, нетекстурированная поверхность задней крышки. И 32 гигабайта встроенной памяти. Покупать 3 или 3 Pro это решать каждому из вас. Как мы видим из коробки, нам доступно 3 цвета данного смартфона. Это золотой, silver и, соответственно, space grey. Я надеюсь, что у нас модель золотая. Абсолютно вот такая вот запечатанная. Здесь есть у нас название магазина. Здесь есть краткие технические характеристики, которые я вам сейчас озвучу. Значит, сердцем данного смартфона является процессор Snapdragon 616. Это новая линейка процессоров 2015-2016 годов. 3 гигабайта, как я уже сказал ранее, оперативной памяти. Поддержка всех сетей 4G, 3G и 2G. А, конечно же, встроенный Wi-Fi, Bluetooth, GPS. 32 гигабайта встроенной памяти. И батарейка емкостью 4100 мАч. Камера на 13 мегапикселей. Фронталочка на 5 мегапикселей. Я думаю, что, в принципе, должно более чем устраивать. Потому что стоит этот смартфон порядка 150-170 долларов. В зависимости от того, где вы будете его брать. И в зависимости от комплектации. Если перевести на текущий курс рубля. Это примерно 66-67 рублей. Чуть больше 10 тысяч рублей он вам обойдется. Ну, мы приобретали там, по-моему, 11700. Он вам обошелся, не помню, если точно. Давайте открывать. Аккуратненько здесь. Главное, чтобы смартфон у нас не был поврежден. Потому что стекло копеечное. Оно стоит, в принципе, там 2-3 доллара. И ничего страшного, что если вам стекла приходят биты, вы либо возвращаете деньги, либо, соответственно, просите продавца вам прислать новое. Итак, самый ответственный момент. Чтобы со смартфоном все было хорошо. Открываем коробочку. Та-дам! И перед нами лежит сам смартфон. Я, как понимаю, продавец его вскрывал, коробку. Потому что мы видели защитные лейбочки от самого магазина. И я думаю, что, может быть, даже он прошивал его. Итак, что у нас здесь? У нас здесь присутствует вот такой вот буклетик. Коробочки компании Xiaomi поменялись. Поменялись они порядка полугода назад с выходом новой модели Redmi Note 3 и Note 3 Pro. Здесь что у нас? Здесь у нас должно быть... Чтобы не порвать-то очень... Все-таки человеку мне еще отсылать. И хотелось бы, чтобы он получил... Прямо сделано так, что вы... Прямо заставляет вас... А, если бы смартфон принадлежал мне, я бы, соответственно, сделал это все быстро. Итак, у нас здесь ничего нету. Я надеюсь, что скрепочка присутствует здесь. Да, я оказываюсь прав. У нас есть ключ для лотка под сим-карту. И документация на китайском языке, которая, в принципе, нам, европейскому пользователю, не особо интересна. Что у нас присутствует еще здесь? Как всегда, аскетичная упаковочка и комплект аксессуаров, которые компания Xiaomi кладет в свои коробочки для смартфонов. В общем, присутствует оригинальный зарядник. 5 вольт, 2 ампера. Смартфон будет заряжать в течение 2-2,5 часов. Присутствует кабель обычный USB, microUSB. И больше, в принципе, кроме переходника, который я уже отложил в сторонку, здесь ничего нет. Давайте положим все, чтобы так это все и осталось. И возьмем сам смартфон в руки и посмотрим на него более детально. Итак, первые впечатления от внешних тактильных ощущений и прикосновений к новому бюджетному, скажем так, смартфону от компании Xiaomi. Ну что ж, как вы видите, у нас цвет золотистый. Действительно золотистый. Металлическая задняя крышка в тон пластиковыми заглушками, которые находятся снизу и сверху. Здесь есть у нас прорезь под динамик. Она достаточно интересная. Есть небольшая насечка, которая помогает смартфону держаться чуть выше того уровня, той поверхности, куда вы будете класть. И давайте пробежимся по внешнему виду и органам управления, которые присутствуют на данном смартфоне. Друзья, первое впечатление – он достаточно легкий. И, если честно, не сразу верится, что здесь присутствует батарейка емкостью 4100 мАч. Но она здесь на самом деле такая. И, в принципе, по отзывам она действительно очень-очень хорошо держит. Хотя операционная система, которая, соответственно, стоит на смартфонах от компании Xiaomi MIUI, она достаточно прожорливая, занимает очень много оперативной памяти и в то же время достаточно хорошо расходует аккумулятор. Поэтому, в принципе, как и в любых других смартфонах, этот смартфон проживет при интенсивном использовании один рабочий день. То есть с утра встали и вечером поставили на зарядку перед сном. Итак, к органам управления. Сзади у нас присутствует ровно посередине сканер отпечатка пальцев. Он здесь практически точно такой же, как на Redmi Note 3. Да, такой же кругленький, с такой же фасочкой металлической. У нас присутствует модуль вспышки. Она здесь немножко выходит за крышечку, особенно в верхней ее части. И поэтому, в принципе, я думаю, что если вы не будете использовать никакой чехол, она со временем поцарапается. Присутствует вспышечка, логотип металлизированной компании Xiaomi. Немножко такой, как будто вы знаете, ну, видать, китайцы держали его, включали перед проверкой. Что у нас здесь? Здесь инфракрасный порт, микрофон, 3.5 для наушников. Снизу у нас microUSB, дополнительный, основной, точнее, микрофон. С правой стороны у нас качелька регулировки громкости, клавиши включения-выключения, все в металле. Очень красиво выполнено. Действительно приятный на ощупь. И я думаю, что тактильный ход тоже у них такой достаточно плотный. То есть нажиматься будет все очень удобно. Присутствует у нас, конечно же, слот под сим-карту и карты памяти. Карточки памяти, здесь комбинированный слот, скорее всего, находится. Мы сейчас это вам продемонстрируем. Сразу снимем и посмотрим. Да, немножко ушлепочный. В том плане, что не совсем всем удобно. Он еще такой, знаете, вот здесь вот, вот в этих местах. Вот если... Он очень-очень, как сказать, как будто бы... Хотя он здесь на таких салазках, но мне кажется, друзья, он со временем... Вы видите, не? Немножко он... Ну, он будет позвякивать. Да, он будет позвякивать. Многие из обзорщиков говорят, что слот для сим-карты, карты памяти, позвякивает. Я этот факт подтверждаю, потому что он вот так вот немножко двигается. Сюда вы можете поставить две сим-карты, либо сим-карточку и карточку памяти. Итак, давайте оставим это в сторонке для того, чтобы я, не дай бог, не так вставил. Что у нас спереди? Спереди у нас 5-дюймовый экран, HD-разрешение 1280х720. Снизу у нас присутствуют... Не наэкранные, а на корпусе у нас присутствуют кнопки управления. Это, как всегда, у нас назад, домой и меню. Сверху у нас модуль камеры. Решетка динамика и всевозможные датчики. Наклеена вот такая вот транспортировочная пленка. Она достаточно матовая. И, в принципе, я надеюсь, что смартфон, наверное, у нас включится. Происходит первое включение. И сейчас мы поговорим об общих впечатлениях, когда система загрузится. Итак, друзья, система у нас подгрузилась, как мы можем видеть. В принципе, очень красивый такой рабочий стол стоит. Здесь какой-то памятник архитектуры. И давайте посмотрим, что у нас здесь продавец трогал, не трогал. Я думаю, что здесь какая-то стоит англоязычная прошивка, скорее всего, родная. По поводу русификации, я думаю, в дальнейшем никаких проблем не будет. По-моему, на момент покупки бутлоудер был заблокирован. Я не знаю, как с этим сейчас дела обстоят. Давайте попробуем найти, что касаемо непосредственно языка. Так, 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 так. Language. Да. В общем, друзья, по поводу русификации данного смартфона. На момент покупки продавец меня предупредил, после того, как я уже, конечно же, оплатил. Не до, а после. Что в наличии сейчас пришли смартфоны, которые непосредственно изначально содержат в себе только английский язык. Вы можете убедиться это вот в этом меню. Здесь указано, что это либо английский, либо два варианта китайского языка. Но я думаю, что в последующем можно будет это все дело прошить и накатить сюда русификацию. То есть, уже прошивочку на русском языке. Обязательно внимательно почитаем форум ФОПДА. Я думаю, что там, в принципе, уже ребятушки все под это дело сделали. Либо ресурсы, которые занимаются непосредственно переводом, локализацией прошивок на базе MIUI. Итак, что же у нас по телефону? Что у нас внутри? Ну, в принципе, все так, как я озвучивал вам ранее. Android 5.1.1 на базе MIUI 7.2. 3 гигабайта оперативной памяти. 32 гигабайта встроенной. Еще раз это все вам озвучу. Моделька 3. Redmi 3. Больше никаких приставочек здесь нету. Да, в принципе, наверное, и не должно быть. Но, вроде как, все работает. Слава богу, дисплей целый. Все целое. Все нажимается. Давайте посмотрим по яркости, как это дело у нас все показывает. Минимальный порог яркости, я думаю, достаточно комфортен. И максимальный, еще надо будет снимать автояркость. Я думаю, что она здесь, да, вот здесь стоит. Давайте снимем. И максимальный уровень яркости тоже будет достаточно комфортен. Я думаю, в принципе, в солнечные дни вот так вот это все будет выглядеть. Давайте сменим обои щипком сейчас, как я помню, на смартфонах от компании Xiaomi все это дело делается. Поставим более какие-нибудь яркие и посмотрим, что у нас из себя представляет экран. Инвертируется ли он под экстремальными углами обзора? Да нет, друзья, все нормально, отлично. Отличный такой HD-экранчик 1280 на 720. Никаких проблем у него с этим нету. И я думаю, в дальнейшем не должно происходить. Давайте уровень яркости сделаем чуть поменьше, чтобы вам было комфортно наблюдать, что происходит на экране. И посмотрим, как у нас снимает камера. Конечно же, при первом включении нам надо обязательно посмотреть, что из себя представляет камера. Но перед тем, как это сделать, конечно же, с камеры надо содрать вот такую вот замечательную... Итак, друзья, сняли мы защитную пленочку с камеры. И сейчас продемонстрирую вам, на что способны 13-мегапиксельный модуль камеры на данном смартфоне. Итак, давайте возьмем какой-нибудь мелкий текст. Ну, в принципе, у нас здесь достаточно хорошие условия освещения сейчас. Почему? Потому что горит софтбокс. Сделали два... Не хочет так предоставить данные в интернет, но давай, бог с ним. В принципе, друзья, я, знаете, я уже давно не вижу разницы. То есть, разница, она, конечно, есть, когда совсем бюджетное устройство, там, порядка 100 долларов, она, конечно же, будет фотографировать не как смартфон за 170 долларов. В принципе, по первым впечатлениям, камера действительно честная. Никаких, никогда, в принципе, никто не ловил здесь вот немножко задний фон. Как понимаете, здесь в фокусе, там в расфокусе. В общем, никто никогда не ловил компанию Xiaomi на вранье насчет мегапиксельности камеры. Я думаю, что она здесь честная и будет радовать своего пользователя красивыми и сочными снимками. Обязательно мы протестируем на улице, в помещениях и при разных условиях освещения. Итак, батарейки у нас порядка 30%, и я думаю, что он с этими показателями проживет еще достаточно давно. Давайте послушаем звук, и на этом будем уже заканчивать данную распаковку, потому что, в принципе, уже надо более детально смотреть, изучать, как перепрошить этот смартфон, и потом уже тестировать его во всяких тестах и в повседневных условиях. Итак, максимальный уровень звука, максимальный уровень звука и рингтончик. Друзья, как понимаю, здесь, конечно же, находится один динамик, он находится с левой стороны, вот в этом месте. В принципе, ничего необычного в этом звуке нет. Друзья, еще раз, это среднебюджетное устройство стоимостью 10 тысяч плюс в рублях и порядка 150-170 долларов на китайском рынке. Вообще, конечно же, он должен продаваться, вы должны понимать, что продавцы на Алиэкспресс порядка 20-30-40 долларов зарабатывают на каждом проданном смартфоне. Этот смартфон должен продаваться оверх где-то 123-127 долларов США с завода, и поэтому, в принципе, это идеальный ценник, идеальное соотношение цены и качества. Итак, друзья, давайте подведем какие-то краткие итоги по данной распаковочке. Ну что ж, смартфоном я полностью доволен, он пришел рабочий, все здесь хорошо, единственное, подтвердился тот реван, что лоточка под сим-карты у нас действительно бренчит, и, в принципе, я не знаю, не будет это напрягать хозяина смартфона, но я думаю, что не в каждый день вы танцуете вот таким вот образом со смартфоном в руке. В остальном же, что касается внешнего вида устройства, что касается вот этого вот алюминия, что касается сканера отпечатка пальцев, который, я думаю, что будет работать очень-очень хорошо, все нравится. Камера нравится, вообще материалы корпуса, дизайн, величина. Да, действительно, удобно смартфоном пользоваться, удобно, что как он лежит в руке. Это действительно хороший шаг вперед, потому что, как я начинал эту распаковку с того, что смартфонов за последние полгода компания Xiaomi выпустила достаточно много, и линейка именно Redmi, она всегда была популярна и всегда нравилась пользователям. Конечно же, очень радует тот момент, что компания пошла на уступки и включила иногда не совсем бюджетные материалы, совсем бюджетное устройство. Друзья, конечно же, подписывайтесь на наш канал, вступайте в ВКонтакте, напоминаем вам, что у нас проходит розыгрыш в течение майских праздников, мы разыгрываем интересные умные смарт-часы от компании BlueBow. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Конечно же, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru, для того, чтобы поймать там какую-нибудь интересную скидочку или купончик, или предложение в интернет-магазинах Китая не только. Осталось только попрощаться, совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.